Вот такой замечательный форзес, вот один, и замечательно, что они перекликаются с завершающим книгой, то есть от рассвета к закату. Дельфины и люди, и дельфины как люди. Книгу Антоха «Анапский дельфиненок» Сергей Левин написал 7 лет назад. Дело происходит в акватории города-курорта. На иллюстрациях анапского художника Ильи Копанева знакомые сцены и пейзажи. Помимо этого, в новом издании дополнительные главы, которые расширяют мир, добавляют актуальные детали, например, путешествия из Анапы в Олимпийский Сочи. Во-первых, это более зрелый текст, потому что я стал старше, надеюсь, мудрее. Во-вторых, это несколько новых глав, которых не было, я их написал специально для этого издания. И, наконец, принципиально новое оформление Ильи Копанева, которое он в течение года полтора, наверное, делал. И это совершенно потрясающее по красоте издание. Бесподобно. Сразу скажу, почему. Во-первых, в твердом переплете. Во-вторых, шикарное оформление картинки, крупный шрифт, что очень удобно детям читать. Ну и сам текст. Во втором издании книга называется «Приключения черноморского дельфиненка». Его зовут Антоха. Он ходит в школу, знакомится и взаимодействует с другими обитателями моря, а также с окружающим миром. Кроме того, дельфины пытаются и небезуспешно наладить контакт с людьми, полагая, что они более разумны, чем видится из воды. Поскольку это сказка, сказка ложь, а в ней намек, добрым молодцам урок. Тут каждый рассказ, составляющий эту книгу, а тут много глав, и каждая из них это отдельная история, законченная. То есть ее можно читать по главам. Каждая история имеет под собой, я не люблю слово «мораль», но мораль здесь есть. То есть там вместе с дельфиненком читатель, то есть юный ребенок, он узнает о том, как важно не потерять свое лицо, о том, как важно прийти на помощь человеку. Они здесь приходят на помощь людям, хотя они понимают, у нас к какой опасности идут, потому что очень сильный шторм, и они подставляют спины, вытаскивают водолазов, которые попали в очень непростую ситуацию. По словам Сергея Левина, написать книгу для детей было экспериментом. В результате издательство, с которым сегодня сотрудничает анапский писатель, само вышло с инициативой выпустить ее вторую версию. Одна из идей проекта – создать своеобразный литературный сувенир, который можно будет увезти с собой на память об Анапе. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.